Куда исчезли левы? Вчера сотрудники муниципального предприятия благоустройства демонтировали ограждения вдоль домов 49 и 51. Учиться никогда не поздно. На базе Коряжемского индустриального техникума проходят курсы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров. Первые научные шаги. Сегодня впервые в детском саду Чебурашка. Прошла детская научная конференция «Я открываю мир». Новости на канале ТВ Коряжма. На главных событиях дня расскажу я вам, Боболев. Здравствуйте. Куда исчезли левы ограждения с проспекта Ленина? Вчера сотрудники муниципального предприятия благоустройства демонтировали ограждения вдоль домов 49 и 51. Этим фактом были возмущены жильцы, позвонившие к нам в редакцию. По их мнению, теперь проспект обрастет небезопасными народными тропами, по которым так любят ходить дети. Как ни странно, но ограждения были демонтированы по предложению госавтоинспекции. Якобы в конце проспекта Ленина, где нет образовательных учреждений, они не выполняют главную свою функцию. Установлены они были в 2006 году и не по ГОСТу. Гораздо нужнее леерное ограждение на перекрестке улицы Кирова-Пушкина. Там наиболее аварийный участок, а пешеходный переход не огорожен, как это требует закон. Вот и перенесут старый железный забор на новое место. Мы попросили прокомментировать ситуацию в отделе городского хозяйства администрации города. Оказывается, есть предписание суда, чтобы все городские пешеходные переходы в районе образовательных учреждений были оборудованы леерными ограждениями. В 2016 году должны быть заложены средства в бюджете города на их установку. Но в связи с недавним ДТП на улице Пушкина, где пострадал ребенок, ГИБДД попросило муниципальное предприятие перенести ограждение уже сейчас. Плюс ко всему оказалось, что действия сотрудников дорожной инспекции не были согласованы с главой города. Демонтаж и установка пока приостановлены. Будем следить за развитием событий. Впору вспомнить народную присказку. Одно лечим, другое калечим. Продолжаем программу. Жители Заречья хотят, чтобы власть имущие обратили внимание на этот микрорайон. Это городская территория, но люди считают, что про них попросту забыли. Нам позвонили жители частных домов по улице Дзержинского и пригласили к ним на экскурсию. Посмотреть и оценить, в каком состоянии сейчас находится улица. Перекресток двух крупных улиц. Строители и Дзержинского. Отсюда текут все беды жителей ближайших домов. Это сейчас пока терпимо, но каждую весну здесь самый настоящий потоп. Подвалы домов из-за забитых сточных канав затапливаются. К участку не подойти. У нас возникла эта проблема в прошлом году, что вообще затопило. Все огороды, все, вода как бы не уходила. Вот эту трубу замыла и вода стоит. Все, она не уходит никуда. Все замерзло. И вот весной эта проблема как вылезла наружу. Вот, а так она больше десяти лет, эта проблема с канавами. Надо просто углубить канавы, очистить трубы, чтобы вода уходила сразу, своевременно. Чтобы мы не тонули. А то получается у нас в подвал вода заходит, у нас же вот сейчас новый урожай собрали. Сейчас как влажно в подвале, мы боимся, что испортится все. Прошлой весной, когда из-за прорыва водовода льдом забило ливневую трубу, жители кричали о помощи. Их дома стало топить талыми водами. Чтобы дело быстрее сдвинулось с мертвой точки, жильцам пришлось самостоятельно проложить рядом еще одну трубу. Только тогда вода отступила. Чтобы ситуация не повторилась, нужно уже сейчас принять меры. Сейчас надо все делать осенью. А то мы весной, вот видите результат, вот эта вода замерзнет. И все. И куда она пойдет? Вот смотрите, куда она пойдет. Все, она замерзнет, и мы утонем. Порядок на городской территории, к коей относится заречье, наводит муниципальное предприятие благоустройство. К нему-то и все претензии жителей. По словам директора Светланы Козицыной, в прошлом году причина потопа – авария на водоводе и забитая льдом ливневка. Во избежание повтора этой ситуации работы будут проведены. Вот у нас канава идет вдоль улицы Строитель. Дважды в год у нас получается. Дважды. Дожидаем от снега, чтобы быстрее талые воды уходили. И, так скажем, в летний период времени мы проводим многоубительные работы. То, что место здесь сырое, видно невооруженным взглядом. Дорога явно просит грейдера. Обычная обувь, жители Заречья – резиновые сапоги. Жильцы считают, что недостаточно чистить только центральную канаву. Только приведя в порядок всю улицу, можно предположить, что беда жильцов закончится. Криминал. В сводках полиции фигурируют кражи, мошенничество и поножовщина. 8 октября в Корежемскую больницу был доставлен 18-летний молодой человек с проникающим ножевым ранением грудной клетки сзади. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам подозреваемая была задержана. Ей оказалась 17-летняя девушка. Выяснилось, что в ходе конфликта, находясь на дачах СНТ-садоводу Севера-6, она взяла нож и нанесла один удар в спину. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 7 октября в отдел полиции обратилась женщина. Она написала заявление на одной из городских агентств недвижимости. Еще с 7 июля этого года для оказания риелторских услуг женщина внесла предоплату, но по настоящее время условия договора не выполнены. Ведется следствие. 5 октября в заявление написал Коряжемец. Он сообщил, что в интернете присмотрел себе сотовый телефон и за его покупку перевел денежные средства на указанный адрес. Но остался и без телефона, и без денег. Проводится проверка. Коряжемский суд вынес приговор уклонисту. 19-летний молодой человек, несмотря на то, что лично получил повестку на прохождение медосмотра для службы в армии, на врачебную комиссию не явился. Как нам пояснил заместитель прокурора города Андрей Спиридонов, молодой человек уклонился от весеннего призыва. Ему была выдана повестка, но на медкомиссию он не явился. Как выяснилось, сделал он это целенаправленно. Получив две повестки с необходимостью, где указана необходимость явиться в военкомат для прохождения медосъединения и дальнейшее прохождение военной службы, гражданин умышленно по данным повесткам не явился. Объяснив нежеланием служить. Вину в совершении преступления он также признал. Рассказался в полном объеме. Он также опять же высказывал нежелание проходить военную службу. И суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. К сожалению, подобные дела, рассматриваемые Коряжемским городским судом, не редкость. За 2015 год это уже третий случай уголовного наказания для уклониста. В прошлом году их было два. Мы перерываемся на небольшой рекламный блок. Оставайтесь с нами. А дома с золота нам 8 лет. Весь октябрь для наших покупателей ювелирные золотые украшения по цене 1950 рублей за грамм. По случаю дня рождения дома золота в Коряжме, горожан ждут подарки, сладости и хорошее настроение. Ждем вас в торговый центр «Фаворит», ювелирный салон «Адамас», первый этаж. Убрал урожай, жену и тетчу наряжай. Ты за шубой поспешай и со скидкой покупай. Зимняя сказка. Котлас Кузнецова 5. Коряжма торговый центр «Виконда». Неудобная обувь в прошлом. Выбираем комфорт и легкость вместе с «Рикер». Новая коллекция обуви. В фирменном магазине немецкой обуви «Рикер». Вас ждет огромный выбор стильной, комфортной, качественной мужской и женской обуви. Коряжма. Проспект Ломоносова 3. «Рикер». Свобода для ваших ног. «Магнит» – это не только экономия в каждой покупке, но и возможность позволить себе большее. Стиральный порошок «Персил». 3 килограмма – 227,90. Во всех универсамах и гипермаркетах «Магнит». «Магнит» – экономьте на продуктах, а не на жизни. 17 октября в 19 часов в КДЦ на площади Ленина состоится концерт Дмитрия Сниткова. Спасибо вам! В концерте принимает участие «Ве Пати Бэнд». Билеты в кассе КДЦ. Цена – 250 рублей. Новая коллекция обуви в салоне обуви «Степс». В салоне кожи дубленки меха. Открытие осенне-зимнего сезона. Широкий выбор новых эксклюзивных моделей из Европы. Для милых дам и настоящих мужчин. Салон кожи дубленки меха. Коряжма Ленина, 33. Вертебролог, мануальный терапевт, занимающийся диагностикой позвоночника, Сергей Анатольевич Григорьев, будет вести прием в Коряжме с 26 октября. Запись по телефону 8 921 299 61 10. И 8 911 591 82 71. Мы снова в эфире и продолжаем выпуск. Предупредить легче, чем лечить. Сегодня в городской больнице говорили о проблемах профилактики. В конференц-зале прошел семинар, где опытом и методическими разработками с коряжемскими коллегами поделилась директор Центра медицинской профилактики из областного центра. Подобные семинары проходят во всех районах области. С каждым годом профилактическим мерам и диспансеризацией уделяется все больше внимания и со стороны чиновников, и со стороны самих врачей. Любую болезнь проще предупредить, тем более, что все диспансерные осмотры в России бесплатные. Ваши показатели проведения диспансеризации взрослого населения, профилактических медицинских осмотров, да и, наверное, диспансерного наблюдения, ну, мягко сказать, оставляют желать лучшего. Ну, это по понятным причинам, конечно же, дефицит кадров, постоянно меняющаяся нормативно-правовая документация, плюс количество больных у нас, к сожалению, не уменьшается, все это накладывает определенный отпечаток. Поэтому моя основная цель – дать вам определенные знания, дать инструменты, которыми бы вы могли пользоваться, ну и максимально попытаться улучшить качество проводимых мероприятий. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Архангельской области, директор Центра медицинской профилактики Надежда Пышнограева, посоветовала, чтобы на каждом терапевтическом участке были памятки, как оказать первую медицинскую помощь, как действовать при инфаркте или инсульте. Иногда такие простые знания могут спасти человеку жизнь. Очень важен, я думаю, что для специалистов больницы он также имеет большое значение, поскольку на сегодня в системе здравоохранения делаются акценты на профилактику. Лечить мы научились, а оказалось, что сложнее изменить образ жизни человека, заставить его бросить курить, изменить его питание, физическую активность. И вот мы как раз таки сегодня будем обсуждать эти вопросы, а также вопросы раннего выявления заболеваний и профилактики этих заболеваний. Сегодняшний семинар – это подготовка к большому мероприятию. В 2016 году Корежема станет местом проведения областной коллегии по вопросам профилактики и диспансеризации. Ее будет проводить региональное министерство по здравоохранению. На базе Корежемского индустриального техникума проходят курсы компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров. В течение двух недель они осваивают не только АЗР работы на компьютере, но и учатся пользоваться госуслугами и системами оплаты через интернет. Для пенсионеров овладение компьютером стало не просто требованием времени. Это улучшение качества жизни пожилых людей, возможность не выходя из дома оплатить услуги, записаться к врачу, общаться с друзьями и родственниками через интернет. Поэтому как только Корежемский комплексный центр социального обслуживания населения объявил о записи на курсы, две группы для занятий набрались считанные дни. Хотела научиться большему, а вообще я давно занималась, но только на сайте Одноклассники и ВКонтакте. Я хочу все знать, потому что ничего не знаю. Чтобы научиться искать сайты, нужный материал научиться, отыскать, что меня интересует. И общаться с друзьями, обмениваться фотографиями, сообщениями. Курсы включают лекционные, теоретические занятия и практику АЗР работы на компьютере. Как управлять мышкой, освоить клавиатуру и даже как понимать компьютерный язык. Для пенсионеров многие термины были впервые и вновь. Мы уже освоили программу Word. Сейчас, как вы видите, осваиваем программу презентации. Им очень понравилось. Из лекций мы уже перешли на работу с интернетом. На следующем занятии мы будем в интернете работать. И второй блок – это регистрация и работа по госуслугам. Занятия проходят в компьютерных классах на базе многофункционального центра прикладных квалификаций Коряжемского индустриального техникума. Причем совершенно бесплатно. Социальная программа обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров реализуется за счет средств пенсионного фонда. Программа обучения компьютерной грамотности составляет 48 часов. То есть обучение они проходят в течение двух недель. Предварительно перед обучением Центр социального обслуживания провел отбор граждан, то есть граждан пенсионного возраста, желающих пройти обучение. По завершении обучения программы в полном объеме граждан, то есть пенсионного возраста в данном случае, получает сертификат. Многие пенсионеры умеют общаться с компьютером, но их пользовательские навыки не идут дальше переписки в соцсетях или общения в скайпе. Поэтому курсы компьютерной грамотности многие рассматривали для себя как возможность стать более уверенным пользователем. Умел немного, научился чуть побольше, чтобы знать побольше еще, уметь работать с компьютером. Но пока еще не совсем. Я немножко, которая дома, там дочка приезжала, с Кирова меня маленько подучила, но мало так вот. Так вот решил сюда записаться на курсы и продолжить учебу, чтобы больше знать. Мне длится, как говорится, тоже стать пользователем широкого профиля. Я думала, что я много умею, потому что я дома уже давно работаю, и контакты, и одноклассники. Но сюда пришла, оказывается, ничего не умею. Надо все по новой учиться. Как сделать вкладку красиво, как файлы, как папки. Дома же никто не учит этого, поэтому я сижу как новичок. В этом году курсы компьютерной грамотности посетит 31 человек. Но, как показал опрос в комплексном центре соц.обслуживания, число неработающих пенсионеров, желающих овладеть компьютерной грамотностью, гораздо больше. Первые научные шаги. Сегодня впервые в детском саду Чебурашка прошла детская научная конференция «Я открываю мир». Шесть юных исследователей представили своим друзьям свои первые научные труды. Оценивала их сама госпожа наука. Все как на настоящей научной конференции. Благодарные слушатели, воспитанники подготовительных групп, научная кафедра для докладчиков и сами юные ученые. Интересные темы подобраны специально, чтобы увлечь ребят. Почему плачут от лука? Почему краски разноцветные? Что такое бумага? И из чего сделана скрипка? Скрипка существует много лет. Ее делают из разных деревьев, которые растут на горах. Их сушили, и они становились были упругами. Без скрипки делали из ели, а не сделали из кленок. Детские научные доклады мало чем отличаются от взрослых. Все приближено к настоящему большому научному труду. Маршрут исследования, цели и задачи, выводы. Главные помощники докладчиков – это, конечно, родители и воспитатели. Они же – руководители проектов. Милана, с кем готовилась к научной конференции? С мамой и с папой. Как у тебя тема называлась? Какая бывает бумага? И что ты выяснила? Что существует много разных видов бумаги. Научно-практическая конференция «Я познаю мир» проводится в детском саду с целью расширения кругозора у детей, опыта выступления перед публикой. Это им обязательно пригодится уже на следующий год, когда они пойдут в школу. Мероприятие пришло просто замечательно. Все, что мы хотели, получилось. Дети проявили свои знания, показали знания, проявили свой талант. И показали, что можно действительно знания добыть, узнать из книг, из библиотеки. Я думаю, что цель нашего мероприятия выполнена полностью. Пока докладов было только шесть, но у ребят есть интерес к науке. А это значит, что научные конференции в детском саду «Чебурашка» станут доброй традицией. О спорте. Коряжмские спортсмены стали чемпионами открытого турнира по большому теннису на Кубок спорткомбината «Олимп». Традиционные соревнования прошли в нашем городе 10 и 11 октября. Участие в турнире приняли шесть команд. Представители городов Архангельска, Северодвинска, Котласа и Коряжмы. Впервые выставил своих спортсменов Киров. Вологда и Великий Устюг выступали в объединенной команде. Победа в турнире и чемпионский титул этого года достались команде спорткомбината «Олимп» филиал группы «Элим». В ее составе играли Николай Черезов, Евгений Чапала и Иван Вадюк. Серебряными призерами турнира стали кировчане. Северодвинсы, обладатели Кубка прошлого года, в этом году на третьем месте. И еще о спорте. Три первых места и одно второе завоевала команда по пауэрлифтингу спорткомбината «Олимп» филиала группы «Элим» на соревнованиях в Санкт-Петербурге. С 9 по 11 октября там проходили открытый турнир по классическому жиму лежа среди мужчин, женщин и первенства среди юношей, юниоров и ветеранов. В своих возрастных и весовых категориях победу нашей команде принесли Никита Котенко, Михаил Лысов и Виктор Власов. Виктор также был признан абсолютным победителем турнира. В завершении выпуска рубрика «Нескучный архив». Один день из прошлого. В 2008 году проблема парковки во дворах также была актуальна, как и сейчас. Вот и 14 октября журналисты программы подняли вопрос, а законно ли индивидуальное ограждение на импровизированных стоянках. Что не двор, то импровизированная парковка. Вот только условия везде разные. Где-то правит закон джунгли, а в иных местах люди пытаются не только привести стоянку в порядок, но и обезопасить ее от незваных гостей с помощью новых технологий. В больших городах подобные индивидуальные противоугонные средства уже не редкость. Несложная железная конструкция позволяет автовладельцу быть спокойным за свой автомобиль. Просто так злоумышленники его из двора не уведут. Предложений было много, значит, натянуть трос, цепи, капать столбы. Но вот такое решение, на мой взгляд, самое, оно более так рациональное и более оккультуренное. Николай установил противоугонное средство несколько дней назад, но это нововведение уже заметили все соседи. Многие из них решились последовать примеру новатора. Я сам обязательно себе поставлю такую штуку. Конечно, встает вопрос, а насколько законно данное сооружение? Если никто из жильцов не против, то и претензий к автовладельцам нет. Прямо сейчас, коротко о погоде на завтра. В четверг погода существенно не изменится, пасмурный дождь. Температура воздуха днем плюс 4, к вечеру до плюс 3 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный умеренный до 3 метров в секунду. На этом у меня все. Смотрите городские новости, будьте в курсе всех событий. Лесной филиал группы «Элим» доводит информацию до населения. 16 октября в 8 часов утра будет снята понтонная переправа через реку Вычегду в городе Коряжме. В случае непредвиденных ситуаций и критического подъема уровня воды в реке, понтонная переправа будет убрана раньше. Кировский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет дополнительный набор на высшее образование по заочной и дистанционной форме. Прием документов в городе Котласе 16 и 17 октября на базе школы номер 82. Справки по телефону в Кирове 37 4707 и 75 50 18. Магазин «Сезон» теперь находится по новому адресу проспект Ленина, 35, рядом со школой номер 7. В магазине «Сезон» всегда широкий ассортимент женской одежды и опови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова